Инвалидов и пожилых людей, которые нуждаются в помощи и уходе, хотят защитить от мошенников, а также жестоких и некомпетентных людей. В России вступает в силу профессиональный стандарт для сиделок. Требования в целом простые. Претенденты должны уметь приготовить еду или оказать первую медпомощь подопечному. Но главное, сиделкам придётся учиться. О том, что изменит забота по стандарту Дарья Окунева. Смазать больной сустав, перевязать ногу. Толго, чем ногу. Толго, сильно толго, да? И заботливо укрыть одеялом. Вроде несложный набор задач, но хорошую сиделку для своей 92-летней сестры Раиса искала 5 лет. Одни забывали покормить старушку, другие пренебрегали её гигиеной, а абсолютно все не находили для неё и двух ласковых слов. Мы очень много искали, но не подходили нам эти люди. Воровали и прочее. Теперь найти сиделку будет проще. Сформирован профессиональный стандарт, в котором чётко прописано, какие задачи должен выполнить тот, кто ухаживает за пожилым человеком. Он может с ним выйти погулять, он может заниматься досугом, он может ему почитать, он может ему приготовить пищу. Сиделкам предложат пройти шестимесячный курс, разработанный Министерством образования. На занятиях обучат оказывать первую помощь, расскажут о базовых правилах гигиены и объясняют массу мелких нюансов, без которых просто невозможно ухаживать за лежачими больными. Очень нравится. Ирина профессиональная медсестра, но уже много лет работает сиделкой. Говорит, до всего дошла, перенимая опыт старших коллег. Человек с улицы ухаживает за тяжелобольным, подопечным не в силах. Есть такие приёмы, которые служат для того, чтобы не навредить подопечному, и тем не менее поднять его, перевернуть. Что бывает, если сиделка этими навыками не владеет, знают в семье Владимира Брувера. Месимбея Аджеляева, которая должна была ухаживать за стариком, буквально швыряла его на диван. Грубо хватало, пытаясь поднять с кровати. Голова старика вся в ранах, были выбиты зубы. Такие страшные истории должны уйти в прошлое, надеются эксперты. Клиенты отдадут предпочтение тем сиделкам, которые были обучены, соответственно, имеют некую сертификацию. И мы надеемся, в дальнейшем, собственно, создан реестр сиделок. Профессиональный стандарт для сиделок вступит в силу уже 25 августа. После этого, считают специалисты, качество ухода за пожилыми людьми постепенно выйдет на новый уровень. Впрочем, душевное отношение к своим подопечным всё равно останется на совести самих сиделок. Дарёк у него Марина Булыга, Пётр Шмельков. Вести.